При этом в торговых центрах Омска в 2018 году может резко вырасти арендная плата. Региональный парламент собирается ввести налогное имущество для их владельцев. Это позволит привлечь дополнительные деньги в бюджет, но сильно ударит по малому бизнесу, который так переживает не самые легкие времена. Екатерина Хлемязева пообщалась с сибирскими предпринимателями и узнала, с чем приходится бороться в кризис. Константин Наговицын третий год наблюдает за тем, как его друзья один за другим закрывают свой бизнес. Сам пока держится, но признается, собственный фотоцентр тяготит все сильнее. Недавно в Кемерове снизили налоги на малый и средний бизнес почти в три раза. Но Константину это не помогло, ведь налог он платит на доход, которого нет. У меня все расходные материалы привязаны к доллару, привязаны к общим ценам. Доллар поднялся, цены возросли. А я цены поднять не могу, платежно-способность населения больше не стала. Цены поднять не могу, но в итоге выживаем как можем. Для того, чтобы выживать было проще, в Омской области для начинающих предпринимателей создали бизнес-инкубатор. Он работает уже 10 лет. По сути, просто офисное здание в центре города. Но чтобы попасть сюда, нужно пройти конкурс. Банки, ломбарды, бытовые услуги сразу получают отказ. А вот IT-компании, социальные проекты и те, кто занят инновациями, в приоритете. С ними заключают договор на три года. У нас непосредственно сама имущественная поддержка заключается в льготной арендной плате. В первый год резиденты платят 25% от рыночной стоимости. За помещение второй год – 40%, третий – 60%. Ну и плюс, естественно, в эту сумму включены полностью вопросы, связанные с охраной, коммунальными услугами, интернет, телефон – все в одном пакете. Похожая практика, но куда с большим размахом введена в Томске. Там для инновационных компаний открыли особую экономическую зону. Участники получают ряд льгот и доступ к инфраструктуре. Одним из первых резидентов стала фирма по выпуску высокотехнологичных медицинских имплантантов. А за пределами инкубаторов и зон бизнес сталкивается с жестокими рыночными условиями. Но жалуются начинающие предприниматели больше на постоянные проверки. Так, в Новосибирске частный детский сад оказался на грани закрытия. За полгода – 8 пожарных проверок, 19 нарушений и штраф – 50 тысяч рублей. Мне нет возможности даже исправить. Я сталкиваюсь дальше с прокурорской проверкой, которая меня, естественно, штрафует за нарушение. Со стороны проверяющих органов никакого шанса не дается. Эксперты считают, такой режим проверок губит региональный бизнес. Ведь в отличие от налоговой сферы, здесь льгот не предусмотрено. Штраф в 50 или в 450 тысяч рублей тот и другой вполне применимый в городе Москве, в каком-нибудь селе Карасукского, условно говоря, района или любого другого района для малого предпринимателя, он уже становится убийственным. По оценкам аналитиков, малый бизнес в России хоть и развивается, но куда медленнее, чем мог бы. В таких условиях те, кто еще не открыл дело, боятся начинать. А те, кто уже владеет бизнесом, не торопятся инвестировать в его развитие. Екатерина Хлемязева, Павел Ходынский, Мария Черешнева, Светлана Сангатулина, Дарья Тарасенко. Новости здесь, Омск.